А мы возвращаемся с вами на Beyond the Epic и смотрим вторую серию из трёх Best of 3 сегодняшнего дня. У нас Unique продолжает сражаться против OG. Все думали, что всё закончится с отсчётом 2-0. Inmate у нас считал, что вообще нет шансов никаких, вообще без вариантов. Кстати, второй день подряд то же самое происходит у нас. По-моему, вчера ты говорил, что будет 2-0 и без шансов, и там тоже было где-то 1-1. А, это было... Это было позавчера, и там... Imperial Liquid. Скорее был формат, что типа одна команда победит, а не именно 2-0. Ну, как скажешь, как скажешь. Но я, в своих слов, не отказываюсь, и это не всегда работает. Да, да. Но венереет повыше, чем работает. А потому что, друзья, когда мы говорим, что интриги, может быть, и не будет такой жёсткой, она всё равно появляется порой. И, к сожалению, первый сегодня матч был достаточно лёгкий для Flight of Moon. Мы думаем, что и последняя БО-3, может быть, будет простой. Но здесь интрига появилась. Но мы думали, что и второй БС-3 будет довольно простым. И всё равно, видишь, венники умеют удивлять. Да, да. Именно к этому я и веду, что не всегда мы, аналитики, говорим что-то такое, что стопроцентно является правдой. Вот это да. Дота очень рандомная игра. Всё-таки, как ни крути. Ну, такая она. То есть, скажем, слишком много от драфта зависит. Просто пикнул немножко не так, решил поэкспериментировать и просто проиграл. Ну, Айсбер считался, что он считает, что 90% от драфта зависит. Ну, 90% не 90%, но в любом случае много, очень много. Понимаешь, даже если от драфта будет зависеть не 90%, а 10%, это всё очень большой процент. Потому что 10% это много. А, ну, на мой взгляд, мне кажется, что где-то половина игры зависит от драфта. То есть, реально, вот, то, что на драфте было сделано, это уже 50%. И, скажем, это может быть 50% в плюс или в минус тебе. В прошлой игре, возможно, OG немножко перемудрили. Но, опять же, как бы они, я думаю, они на экспериментичах, так это назовём, находятся, да? Они просто пробуют, тестят и так далее. Для них, тем более, я так понимаю, они из группы уже вышли, да? Ну, нет, ещё не вышли. Ну, очень близки. Ну, их ждёт матч с Игритами. Там вообще много катать. В целом, они, короче, Дальзуров, скорее всего, доползают. Ну, вот. В целом, им этого достаточно. Я думаю, что... Они так пару крупных турниров выиграли, я слышал. Один раз они решили, да, взаимодействовать весь сезон и сыграть только квалификации на Инте, поехать на Инте. Потому что состав немножко уменялся. Ну, там не они решили, а... Немножко решили парни, которые перешли в Джиннисус. Я про то, что ты можешь, да, не уходить в Джиннисус. Но если уж ушли, ребята, то ладно. Влад до сих пор Безвинтовского этого трофея сидит. Да, да. Но, с другой стороны, катают в замечательной компании с двумя очень красивыми молодыми людьми. Кто из них красив? Аббет. Рамзес. Ну, я имею в виду второго, возможно, Рамзеса, но я имел в виду, конечно, Артизи. Да нет. Да-да. Артизи пока был мальчиком, он был действительно красив. Потом он стал таким мужиком, мне он начал напоминать такого Техасца с дробашом, который на спите-то раньше пьет типа пиво из банки. Понимаешь, мы живем с тобой в Москве, у нас дофига хипстеров, и порой хочется чего-то такого. Роднекового. Ферберского. Я тебя понял. Я тебя понял. Но просто в баланс к этому есть Аббет, понимаешь, максимально сладчайший. Рамзес есть, чел. Но, правда, он там не играет, я все никак не могу понять, почему он там не играет. Я про то, что у них был вот этот вот секс-символ Сумаил, и теперь очень не хватает его брата, который тоже крепкий матч теперь. Явара? Да. Он играть не умеет, к сожалению. Но он на крепком стиле. Но это, блин, играть-то он не умеет при этом. Как бы стиль с игрой никак не связан, как мы выяснили. У него свой стиль. Игровой стиль? Да. То есть... И он не особо... Хреновый игрок, это игровая стиль. Называй это как хочешь. Ну, называй это. В целом, я переживу. Понял. Между прочим, у Юник-то вырисовывается серьезная история. Угу. Луна. Ну, тут Луна, Бандрау, Уракл. Тут вообще так очень интересно, чем же будут отвечать OG. Потому что Вингу-то они свою взяли, а Луны-то уже нет. У меня ощущение, что они какие-то стильные. Я выбрал Снайпера. Ну, кстати, как вариант. Снайпер хорош. Снайпер очень хорош. Против вот этих героев. Потому что ему просто пофигу. То есть давай так. Концепт Луны в драке, что она стоит и просто бьет. Снайпер просто стоит и бьет, но она стоит дальше. Да, еще по Тадавару Винги он стоит еще дальше. Еще дальше. Я не говорю про пассивку, которую активируешь, и она еще дальше. Да. Еще находишь Колчан и стреляешь еще дальше. О, обмазывай, давай сюда, Драгон Лэнс. Да. И телескоп Винги. Телескоп, да. И в конце концов на шестом, да, до шестой эфир на пятом. А по листочкам. И Луна никогда до тебя не доходит. Да никто там не доходит. Чел, ты так стреляешь, что никто даже не понимает, откуда, в принципе, ведется. Я на карте, где герой подсветится. Ты стоишь в Рошпите. Пальба ведется откуда. Понимаешь, ты даже не видишь, что трава. И из-под Т2 в тебя залетает Шафнель. Из твоего Т2. Понял. Ладно. У нас это тренд протектор для юников. Мы видели уже его на позиции 3 от БЗЗ. Будем надеяться, что в этот раз это не фактор. Потому что, ну, мне, честно говоря, не очень понравится. Мне пока не очень нравится количество урона, которое у них есть. То есть у них есть вот там ульт Луны, крутая обилка. Ульт ДП, да, там таргетный, когда там подъедающих людей крутая обилка. И все. Ну, не знаю. Если ты сравнишь урон слева, урон справа, то это справа. Как раз у людей нет урона слева. Да, но люди справа еще в чудо их доберут. Там и нюк банджи, и сифон, и просто обычный лунсет бим, и префайн флейм, оракл. И все, очень много урона. Огонька делает два свапа. Ну, смотри. Лунсет бим там 300, по-моему, с копеечками. А префайн флейм вообще один из самых больших уронов, ну, нюков по урону. Ну, нюк банджи 300, плюс, соответственно, сифоны. Ну, то есть у них рассказы, помимо ультимейтов, еще куча рассказов. А у этих, что Шадо Демон урона не делает, Венга бьет с руки. Ну, ЕС сделает, конечно, но ЕСовский урон очень сильно контрит с ораклом, потому что, во-первых, он может задиспелить с кого-то во в принципе ультимейт, предположим, а на другого повесить Фетедикт и герой, там, считай, два героя. На третий ультимейт. А если еще скучковаться, можно Ферабилка вообще его полностью заигнорить. Кого заигнорить? В земель. Ну, да, ну, я уж не рассматривал какие-то ситуации в вакууме. Просто самые обыкновенные земель влетают, оракл там сам себя, не знаю, диспелит, себя уже снял, кому-то Фетедикт повесил, и вот уже половина урона земель куда-то в молоко. Ты же сам понимаешь, что там идеология другая, что они, типа, видят оракла, либо в него влетает земель, либо Шадо Демон дает израб, у него стрела, вдруг он наконец-то играет хорошо и стоит так, что в него не влететь. Ваня, Ванечка, Ванскор, пожалуйста. В этом вроде есть задача оракла. Фишман вчера справился, кстати, против юников. Но это не настолько сложно. Он пол игры не мог справиться, а потом просто выпал ему артефакт на рейнджу, собрал линзу, взял талант на пятнадцатом и перестал умирать. И все, у него стало получаться. В этой игре не можно, а нужно взять блинг, потому что в этой игре будут баншу слапать, скорее всего, там, да, под фокус. И как раз-таки ты можешь не успевать. Поэтому я бы задумывался в этой игре о блинке на оракле прям первым артом. Ну, понятно, там транквилы, помелчи и блинг. Так делают, это эффективно. Так, короче, мне пикс левого нравится намного больше, чем пикс правого. Пикс правого какая-то фигня. Ну, он такой на исполнение, знаешь, на чил такой. Хочу стрелу покидать налево-направо, хочу повкатываться там. Ну, хорошо. В килушечку хочется покидать. Герой будет. О, подожди, это Мирана Кор от Сумаила. Да. А, ну все, меняется, ладно. Ну, Сумаил на Миране сел. Он сможет с Кит Обсанкой оффлайн-венга. Не-не-не. И бояться героя Сумаила еще. Оффлайн-венга даже хуже, чем оффлайн-веномансер. Так, как факт. У них все шансы выиграть, получается, с ней. Никаких шансов нет. Ни с чем выиграть, блин. Потому что ты видел сегодня оффлайн-венгу от С4? Видел. Я не знаю. Сейчас заружу. О, о, приехала эта венж-дровая. Это оффлайн-венга, оффлайн-венга, оффлайн-венга. Ты посмотри, сколько там скорость атаки от патмы-слипа, значит. Нет, это классно. Пассивочка одна, пассивочка другая. Драфт крепкий. Драфт реально крепкий. Правда, вот танка нет, а мне это нет. Ну, земелья, на самом деле, достаточно. И венга. Если это кор-венга, это кор-венга. Я понимаю даже, что ее статус приносит хорошие все дела. Я понимаю, но... Спойни первую игру, сколько он втанковывал? Оффлайн-миран, скорее всего, все-таки будет. Ну, слушай, у тебя мид-ван, у тебя флопсон, как ты его называешь. И сомневая, у тебя три патмы крутых в команде. Ну да. Ну, пик мне нравится. Пик у Джима. Кстати, а играть будет с Акса? Теперь стало прикольно. Ты понимаешь, нет, что играть будет с Акса? На ком? На патме. И соло мид-земеле. Это, кстати, будет вообще неплохо, если это будет. Чел, я хочу это видеть. Нет, это... Да! Топсон на земле. Ой, убирайте детей от экранов. Это контент 18+. Ну вот. Произошло извержение вулкана, а потом... Вот. Так, ну, ждем, когда там у нас Юники придумают... Должно было либо закурить, либо уснуть после этого. Просто провалиться под стол и вчера в аналитике... Я сейчас пойду на кухню, съем еще один твой пирог. Ну, пожалуйста. Я тоже пойду подъедать, пока ты его не съел. После этого я уснул. Я уверен, почему чатик не задается вопросом, почему с Питяем не происходит то же самое, что с Инессом от его пирогов. Но там, походу, иммунитет. После этого я не приду комментировать вон туда. Ага. Можешь вместо меня покомментировать? Я не против, если ты меня на ведущем поменил. Нет, 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 нет. Вопрос совсем его заменить, я думаю. Я не буду так. Так, ладно, давайте. Я могу бегать. Глаз-герой, это Элдор Титан. Тут он. Так, ладно, давай так. Ну, типа, арморы он сливает, да? Смотри, смотри, концепт очень простой. Я считаю, что ОГ выиграют, но болею и ставлю на Юник. Хорошо. Я считаю, что ОГ выиграют, болею и ставлю на ОГ. Хорошо, хорошо. Посмотрим, что думают по этому поводу Лукан Бета. Они явно тоже болеют душой за Юник, но ставят они на ОГ. 1.35. Отправляемся к нашим комментовачам. Уверен, что вам понравится эта катка. Даже с первого выглядит. А я здоров, и я ставлю на ОГ, поэтому, видимо. Ты точно здоров, нормально? Ну да, да, все хорошо. Я же не болен, чтобы ставить на Юник в этой паре. Все-таки фавориты такие, серьезные. Да еще и с короночкой, если это земель от Топсона. Как можно не поставить на земель от Топсона? Как можно не поставить на земель от Саксы? Да. Собственно, да, нам подсказали, что Саксы будут на земель играть, а Топсон, получается, у нас, видимо... Сейчас увидим. Это, на самом деле, реально очень важно. Ага, Топсон на дрове. Ну, Сумаил на сигнатор. Это все-таки оффлейн Винга, который еще хуже, чем Виномансер. Ну и, по ходу, Ярослав придет извиняться опять. Перед Вингоем это. Да, только перед Вингоем. Не знаю, но если победит ОДЖ опять. Нет, но это ОДЖИ. Это команда, которая... Вот они взяли опять героев, попробуй угадай. Это мог бы быть земель от Топсона. Это могла быть Винга от Топсона. Это могла быть дровка от Топсона, как она есть. Даже Мирана. Но Мирана, конечно, это классика для Сумаила. То есть, это его герой, на котором он отыграл очень-очень много игр в свое время. Сейчас, может быть, она не так популярна, хотя тоже иногда залетает. Да нет, ее любят Ликвиды, например, себе периодически забирать. Так что, почему нет? Вот, герой крайне приятный. Правда, вот Димон ее не дал любливать, но он, как он говорит, не люблю бесполезных Миран. Вот, ну, которые, знаешь, просто пытаются что-то там кидать. Никогда не знаешь, когда стрела залетит на 5 секунд, а когда не залетит. Ну, вот, что-то типа того. Да, и, в принципе, всегда есть... Во-первых, это больше про суппорт Мирану. Если говорить про кор Мирану, то она не может быть бесполезной, потому что это же кор Мирану, и она всяко там нафармит свои слоты. Если же говорить про ее достоинства, то, наверное, здесь стоит отметить, что все-таки с Вингой и Дровкой это несколько вообще иная история. И будет очень жесткий бёрст OG. То есть только это не такой бёрст, который обычно мы видим, там ворвались, раскастовались, а что-то из серии «Земелья ворвался», медальку какую-то на героя кинули, или просто на него райт-клик все три героя нажали, и он моментально лопнул, потому что физики очень много. Поэтому броня, гасты, алебарды — всё это приветствуется в этой игре. Так, ну что, пошли вперёд у нас юники в самоках. Попытки найти OG никого не нашли. OG, в принципе, примерно то же самое сделали. Сейчас, возможно, на обратном пути, на свою территорию, будет роковая встреча. А, юники, они всегда так вот делали, и, как мы видим, продолжают зачастую так делать. Ну вот вроде как должны видеть сейчас Air Spirit, а Саксу здесь... Они его видят, конечно. Да, у Саксы там своя сфера. Проблема только в том, что он тоже видит, что кто-то захватывает Аванпост, и они должны знать, что юники так поступают всегда. Да, и сейчас хороший шанс забрать три баунтируна для OG. Ну, видимо, заберут. Что и происходит. Да. Отличный старт. Какая-то очень странная позиция у юника. Они максимально ущербную позицию по итогам занятий. Так, тут Самаил. Что вкачал Самаил, неизвестно. Рилу вкачал. Стрела, да, залетает в Элдор Титана. Иллюжен сейчас отправится в таверну на первую кровь. Вау! Самаил еще забирается для ФБ. Да, но это прям была такая с оттяжечкой стрела. Долгая-долгая. Летела она максимальный радиус. Сейчас, конечно, стрела на первом уровне станет не так долго, как раньше. Как Щелбан Бати. С оттяжечкой залетел. Щелбан Бати станет достаточно долго даже на первом уровне. Палантимос наверх приходит вместе с Ван Спором. Вместе с Иллюженом. Ну и снова стрела. Или нет, без стрелы пока. Нет, здесь на самом деле в крипах не очень эффективно. Я бы сказал, что это в принципе не очень эффективная тема против триплы. Но Тейл сейчас погибает. Он, видимо, не совсем понял, что сюда придет сейчас и Иллюжен. Короче, эта стратегия, она хороша против соло линии очень. Может быть против даблы, но не против триплы. Потому что против триплы герой просто может заткнуть мирание, что называется, проход. Не дать ей выстрелить на большом радиусе. Только вплотную стрелой попадет. И никакого фокуса, естественно, не получится. Оффлейн Венга тем временем здесь против тринта, который стоит и терпит. Ну а в миде у нас дровка против ДП. Да? Да. Я слышу стрелу. Летит уже. Опять Иллюжен ее словил. Иллюзии его так же избивают. Но здесь урона не хватит, конечно, чтобы сделать брак. Просто пробили немножко Элдор Титана. Ну и пока даблат команда OG справляется вроде как с пинь. Если Нотейл, конечно, сейчас не погибнет. А Иллюжен уже пошел на перехват. И Нотейл пытается здесь как-то размансить. Еще один удар. Не хватает. А то никого. Ну, здесь Орба в Веном. И вообще сам по себе Титан очень сильный. Но опять же, это была первая стрела. На втором уровне Мирана может взять вторую стрелу, которая будет станет дольше, дамажить больше. И Шадоу Демон там возьмет какой-нибудь яд. И они уже будут справляться. Но с другой стороны, здесь тоже герой. Там Ванскор может взять условно. О, вот так вот Мирану напрягают. Ванскор может взять Фейтси Дикт накидывать. Ну вот это не работает, потому что стрела только вплотную может залететь. Иллюжен прочный. Он просто разменивается, а Луна фармит. Так что пока что OG реально терпят здесь. С другой стороны, здесь они терпят, а параллельно фармит Винга. Но и Трент при этом фармит. Да, но вот только я хотел сказать, что если у нас получается OG, что вдвоем терпят наверху против триплы, значит кто-то, кто один на линии, должен страдать по-хорошему. Ну, по логике вещей, внизу. И так получается. И в такой ситуации опять же важно, что происходит на миде. И мы видим, что пока что на миде ситуация чуть лучше у Draw Ranger. Но здесь никак, чисто математически. Тут дабл линия слабее трипл линии, особенно такой. И снизу тренд, ну что-то там на XP посидит, что-то там подобивает. Но много иметь он не должен. Здесь без каких-то серьезных ошибок ничего не провернуть. Но пока у Трента все относительно неплохо на линии, мы видим. Но вот что-то ДП-шка пока грустно начинает. Да, ДП-шка начинает действительно грустно. Я бы сказал, что у Трента тоже не сказать, что все так здорово. Но трипла передушивает даблу, скажем так. Вот трипла стоит эффективнее. Здесь какой-то мини от пул, но рейнджа не даст отвезти. А, даже рейндж сам не пошел в итоге. Бунт. Такое бывает на этом спауне. В миде. Ну, это сифончик. Просто немножко отхиливается здесь ДП-шка. Там еще один сифон. Если что, есть наличие. Винган неплохо себя показывает. Мы видим на линии. 17 на 8 уже идет у нас мид-1 в этой игре. И вот, возможно, будет фраг сейчас на БЗЗ. Ой, буквально одного удара не хватило. Таких лоу-хп уходит БЗЗ. Ну, вот насколько ему тяжело здесь будет стоять. То есть он и так, в общем-то, тяжко. И дальше все сложнее и сложнее. Но, тем не менее, экспу свою он собирает. И опережает героев команды OG. Топсон. В миде. Иллюжин. И сюда приходит также No-1. Но Топсон прям чувствует. Очень хорошо герой здесь. Заманил Иллюжина по тавру. Еще накидал ему пару тычек. И в итоге выжил. Я так понимаю, закончился баф у Иллюжина. И он так вот сильно замедлился. Получил лишний орех. Но на тоненького. Топсон всегда очень любит на тоненького. Если вы посмотрите, как он играет. Он вот обожает размены на лоу-хп. Когда он где-то там на фласке, на фэри-файре. Практически всегда он из них выходит. Ну, если не победителем, то как минимум наравне. То есть очень хорошо чувствует своих героев. Внизу. Снова нападение на БЗЗ. Но в этот раз, я так понимаю, не дадут ему просто уйти. Хотя стики. Нет, стики снова выживает. Ну, прочно. Тяжело с ним определенно. Но опять же, его сейчас пробили. И что ему делать? Он захиливает. Наверху Самаил. Наверху Самаил. Пробили его. Также пробили ванскор. Появляются баунти руны. Пятая минута. Иллюжин забирает сверху одну. Две снизу пока что лежат бесхозные. Я думаю, что здесь будет 2-2. Должно быть. Должно быть. Должно сделать сверху. И вряд ли отдадут при этом снизу. Там погони за курьером. И пауза. Да, и пауза очередная. Снизу забрали у нас курьера Трентовского. Это, кстати, очень плохо для Трента. Я надеюсь, что он успел привести себе какие-то хилки, расходнички. Хотя нет, у него ничего нет. Ну и в курьере ничего нет. Возможно, все потратил. Короче, это очень плохо, потому что ему нужно обязательно себе что-то привозить. Потому что его постоянно пинают. Ему толком фармить не дают. Мы вот видим 1200 его нетверс. Это очень мало. У Мирана чуть больше. ДП с дровкой идут плюс-минус наравне. Ну и Венгал Луна, конечно, у нас тут топ. Так, БЗЗ. Врываются в него. Выталкивают его из подвышки. Не самая мудрая идея. Нет, там стики есть. Два ТП сюда уже делают. Юник. Один уже делают. Второй тоже отменяют. Ну, выжил Глент. Не самая мудрая идея была выталкивать. Потому что все-таки урона не хватило. Да, там и стики еще были, да. У нас Сумаила пытаются пробить. Сумаил живет. Еще на развороте дает стрелу. Выживает. Как же тяжело легким линиям. Они вот продолжают страдать здесь. И Иллюжин идет теперь за Ноутейлом. Ноутейлу только подвышку куда-то уходить. Тут уже и на сапоге. Страдают, страдают. Остается у нас один Мидван против Тринта. Тринта огрызается. Ну, у Тринта очень все плохо по мани, по хп. Думаю, что настал тот момент, когда БЗЗ нужно будет куда-то отойти. Может быть, домой. На любом герое, наверное, в миде может сыграть. Да, мне тоже так кажется, что у него нет, знаешь, вот таких героев, на которых сложно будет стоять. Нет понятия Херапул. Есть просто... Просто герой. Любого даешь, он на любом отстоит. Так, ну что, несвойственно вообще наблюдать вот такую вот игру от команды OG, когда мы вот уже 7 минут практически наблюдаем за картой, и всего лишь 2 фрага было сделано. Как-то они более активно привыкли действовать? Ну, они давят на нижнюю линию, но там просто не получается сделать. Сверху они пытались, но как бы математически 3 против 2. Вот сейчас хороший выход, потому что суппорты потратили ТП, знают, что телепортов нет. Можно попробовать. Здесь еще и Мирана приходит. Но Элдер Титан здесь. Элдер Титан и отличный эхостом. Вот здорово прочитали эту ситуацию и с обратной стороны игроки Юник. В чем заключалась мысль команды OG? Суппорты потратили телепорты, и они вряд ли смогут прийти помочь Диспрофит. Но они при этом сами перетянулись и были здесь даже без ТП, поэтому смогли помочь. Эхостом зашел великолепно, и, в принципе, только за счет эхостом ганг уже был провален. Ну, а потом еще и смогли убить земелью. Пока не получается. Пока да. Пока да. Очень богатая луна у нас. 3-300, Сумаил, битый. Возвращается обратно на базу. Сумаил сделал ТП сверху, на мид ничего не сделал. Сейчас бежит на ноге, вот ему прилетает сапог. Короче, очень много времени теряет. Проседает по нету, что нереально. Да, и БЗЗ выстоял на линии хорошо. Тавр стоит, мы видим, его, конечно, покоцали немножко, но это тренд. Если ты тавр не добил, то он, значит, будет фуловый рано или поздно, а это опять время и ресурсы, которые придется тратить, чтобы его забрать. Поэтому пока что все хорошо у команды Юник. Продолжает фармить здесь у нас луна. Луна почти шестая. Стрела летит. Ну, тут ванскор рядом. Найс, стрела. Стрела мимо. Ну, поспешил очень сильно, боялся там, что... Кстати, попал бы стрелой, посмотрите, как больно луне. Да, убил бы. Попал бы, убил бы, потому что иллюзии луны сбивают ее очень жестко. Но не попал Сумаил. Бывает. И на Сумаила находят вот такие вот вещи. Ничего не поделось. Да, три героя наверху у нас у команды Юник. Пошла разведка, видит Сумаила. Хотят подпушить тавра, так понимаю. Снизу на защите у Юник находится БЗЗ. Все еще в обороне. Тут его пытаются как-то рассекретить Сакса. Но БЗЗ уже шестой с ультимейтом. Вряд ли он просто так, да, стал разобрать здесь. Еще и Сакс наполучал блюх. Да, куда-то полетел. Возможно, в мид. Да, в мид хотя бы просто... Да, в миде будут размениваться. Обычно мы видим, ну, дефолт, это когда у тебя крайние линии размениваются Т1. А у нас, видимо, центральную линию на верхнюю поменяют. Невозможно, потому что Трента этого выкурить оттуда просто нереально с ним что-либо делать. Перемещение в мид есть. Там Трент выходит с корнями в миде. Сейчас будет драка. Сюда прилетела уже у нас... Прилетела Луна, но хорошо отталкивает Сакса. Очень мало урона залетает с ультимейта. Но подстанили здесь Нотейла. Нотейл успевает спрятать Луну. Нотейл погибает. Правда, там настрелил Топса, но... Да, все равно иллюзия Луны очень больно дамажит. В итоге в Трента закатываются у нас земелья. БЗЗ тоже пробивают. Хорошо, БЗЗ еще один удар, БЗЗ погибает. Ну вот даже несмотря на то, что Топсон с Нотейлом не разобрались немножко, все равно драк-то очень неплохо. Так еще и Ванскор здесь подставляется, да? Его также отправляют в таверну. Правда, сюда подтягиваются уже ДПшка, делает ответный фраг на... И опять на развороте куда-то идут. Здесь Нотейл может попробовать дотянуться, уже замахивается там. Но нет, все-таки ДП слишком быстрая. Эхо-стомп попадает по Винге. Может быть, Бимчиком. Очень-очень хотят эту Вингу. Да, Вингу забирают. В это время спрятали там ДПшку, прыгает перед Сумаил. Пошел Старшторм двойной. Не успевает ДПшка за счет Сифонов отъеститься. Тоже погибает. Как они играют? Опять все вот это вот залетает, что-то долетает. Какая-то подходит дровка. Тут забрали, там забрали. Кручу, верчу, запутать хочу. Кстати, примерно так и играют. Чем-то похоже. Ловкость рук и никакого мошенничества от команды OG. Забрали они еще и тавер в миде. И уже на тысячу преимуществ за ними. Спокойно отступают. Но из плюсов для команды Unique то, что все еще очень богатая луна. Даже несмотря на то, что вот этот размен был, конечно, не в пользу Unique. Да, как-то они там так завертели эти OG. Ну, Топсон очень много надамажил. Опять же, это несмотря на то, что вначале они с Nutella немножко не скомбинировали. Но потом все залетело хорошо. По баунти-рунам мы видим ситуацию. Там по три баунти-руны у нас. Я уж честно сказать не уследил, это были Denai или они просто их забывали. Но мы видим, что OG часто забывают баунти-руны. Это даже не из-за того, что они безалаберно как-то относятся. А у них зачастую, насколько я понимаю, времени нет. То есть вот все время уходит на постоянную душку соперника. Они душат, 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 душат. Нет времени отойти даже подобрать баунти-руны. Да. Get ready to dance. Продолжает нас сопровождать паузы. Ничего мы с этим не можем поделать. У нас тут планируется смок-атака. Сейчас на команду OG прямо под снятие паузы. Давайте посмотрим. Выходят Юники. Видит Мидвана Саксу. Мидвана Саксу довольно плотные. Не самые лучшие цели. Забрать их непросто. Поэтому вот так вот смок в итоге. Да и Сумаилу тоже вряд ли подцепят здесь. Да, Сумаил стоит далеко. И опять же есть Липа. Ну, миром разошлись. В общем-то, Мид разменен на верхнюю вышку. Это, конечно же, размен в пользу OG, потому что центральная вышка, она, как правило, дает тебе чуть больше. И к тому же, забирая вышки против Тринта, ты всегда доволен. Он всегда их не может отхилить. Это здорово. Это что у нас такое? Это сравнение Мидеров. Чистая физика. Абсолютно. 100% физического урона. 2-0-1 на дровке. Вот так вот надо играть в доту. 6800 урона. Это на героя, который вначале бьет только с руки, соответственно, дамажит гораздо меньше. Это его урон, потому что скалируется от шмоток. То есть, чем дальше, тем этот урон будет жестче и жестче и жестче, по идее. В миде нападает снова на ДПшку. Эхо Стомпа останавливает немного атаку, но не останавливает самого главного персонажа команды OG. Какой-то дичайший урон у этой... Как будто у нее там 7000 нетворца. А у нее-то всего-навсего 4500. Это топ-2, значит. Ну хотя да, у ДП это еще меньше получается. Мирану тем временем удается забрать через ультимейт. Так, снова нападение, снова забирают здесь Елдар Титана. Опять. Вот то, о чем было сказано в самом начале, то, что кидается террор, нажимается райт-клик, даже там одной дровкой. А если еще и рядом Мирана, если рядом Винга, то моментально герой склопывается. И, честно сказать, я не завидую Луне. Да, она сейчас может не уйти. Она сейчас может не уйти. Ой, как красиво сыграно. Пошел Эклип. Ну, даже если Саксу заберут, все равно она того стоила. Да, Сакс еще и выживает на лох-эпэш. Ой, как красиво. Сюда приходит ДП. Успеет ли на помощь Луне? Луна там отбивается, но нет. Луна все-таки погибает. Возможно, заберут сейчас Тобсона. Стабьют с него стрик. Тобсона должны забирать. Он сразу уводит команду соперника от своих тиммейтов. Да. Но все-таки его забирают. В итоге четырехкратный стрик минус Сакса. Может толкнуть сейчас? Да, толкает немножечко Мидвана. При этом у самого практически нет ману. Но хватает в последний момент. Какая филигранная игра от OG. Да, там Крипсфарм до него не долетел. Сочится скилл просто в этой игре. Но неплохой все равно выход получился. По итогам смогли разменять хотя бы эту Луну на Дровку. И Дровка даже по стрику более ценный фраг. Хотя по Нетворцу мы видим у Луны больше. В общем, Луне я не завидую, потому что у Луны маленький радиус атаки. Ей дальше против Винги Дровки будет очень тяжело. К тому же есть еще и Шадоу Демон, который твои иллюзии делает. И тебе разбивают еще они лицо. То есть честно сказать, что в такой ситуации собирать, я не знаю. И как вообще бороться? Монлайт Шадоу. Атака вниз на БЗЗ. Ну, а БЗЗ опытный тренд протектор. Да, прекрасно все чувствует. Спрятался в лесах. Оп-оп-оп-оп-оп. Слепую настреливал здесь Топсон. Ну, Тавр хотят забрать. Ну, как-то спалились. Хотят Тавр забрать снизу. Ну, и, видимо, Тавр отдают. Не вижу никаких движений от команды Юник. Да, БЗЗ тоже отступает подальше. Это, кстати, еще один плюс вот этого пика. То, что если доходит до Рошана или до ТВ Ровда каких-то, то даже в начале игры урон. На верху, ванскор, нападение на Нотейла. Нотейла улетает. Да, он улетает. 8-8. 2000 за OG. Несмотря на то, что Луна топ-1, но, опять же, Луна здесь... Чем богаче Луна, тем сильнее ее иллюзии. Шадоу демоновские. Поэтому нетверс Луны, он не сказать, что прям настолько крут. Вот ДП в комбинации с Ораклом, может быть, она как-то попробует протащить. Опять же, уклон только в физический урон, это не есть хорошо, потому что можно насобирать госты. Пока у Шадоу демона Аганима нет, со всех он эти госты не спуржит. Ну, в общем, шансы есть у них, безусловно. Но, конечно, мне... Я бы хотел вот сейчас оказаться скорее на стороне OG. А, Шадоу демон именно Аганимы делает, потому что единственная защита от пика OG это госты или иулы какие-то, а он будет их отключать с помощью своего ультимейта. Ну, жестко, бескомпромиссный какой-то пространство. Так, у нас, возможно, ошибка будет, хотя нет. Нет, нет, не успевают забрать. И да, это все-таки ошибка. Вот команда OG поторопились немножко с атакой. Сюда как раз, в принципе, и планировали. И unique перетянулся все. Знаешь, тут, несмотря на то, что был рядом Oracle, настолько все быстро сделали. Свап, Сайленс, куча урона, что практически забрали ДП. Oracle успел среагировать. Вот, собственно, Oracle отрабатывает. Да, и за это отдадут тавер здесь сейчас OG. Или... Акса поехал вперед, ни по кому не попадает. Прямо в ультимейт заезжает там в спину, настреливает Топсон, выдает Сайленс по-троим. Запрыгивает Сумаил вперед, еще один эллип. Забирает Элдер Титана, продолжается драка. Старштормы летят во все стороны в это время, пытаются за Фокси здесь Топсона. Топсон остается один, и Топсон погибает. Два, конечно, в три размен. Какой-то просто безумец на Топсоне. Он вот на таких айтемах, на такой минуте, он вышел в спину и настрелял 1300 урона. При этом Мирана зашла с другой стороны. Такой хаос какой-то у нас получился в рядах unique, и они отдали трех героев. Причем еще, если учесть, что начало драки-то было не самое приятное. Сакс въехал и практически сразу погиб. Да, он ничего не сделал. Катился. Вообще ничего не сделал. А мог бы сделать больше? Мог бы сделать больше, можно было бы и забрать кого-то еще. Ну вот такая вот у нас интересная дота. Позиционочки. Классная тут же. Но unique пока что держится. Да, ну Саксы наверху, сюда подтягиваются тиммейты, и сейчас возможно будет нападение на ДП. ДП получает камушек. Монлайн шадоу. Отходит от Сайланса подальше. Там Элдор Титан также идет на подсейв. Ой, долго Сакс обходил, не прочитал эту ситуацию. Не видел, видимо, там за елками как-то. Ну и в итоге уходит отсюда. БЗЗ. Ну БЗЗ снизу пока что продолжает играть. Да, с некрами. Подпушит Т1. Ему летит в курьере, я так понимаю, аркантапочки будут сейчас уже готовы. Орб ему летит, да. Плюс кларетка. Нориген. Импклоу. Великолепно. Для физдемагеров. Гроу Боу. Вообще идеально. Что еще? В рулетку. Но это два лучших, наверное, арта. То есть какая-нибудь... Ну это встать тоже неплохо. Да, какая-нибудь дровка оставит себе Гроу Боу. Мирана возьмет им Клоу. И вдвоем они... Ой-ой-ой. Тут Крипс Доминатора. Должен понимать, что он не один. Урона очень много. Жесть. Почти. Злоблизко. Не забываем, что это комбинация дровка Винга. И на самом деле, возможно, финальную точку, если игра будет еще продолжаться, поставит в этой игре телескоп. Потому что если эта комбинация героев выбивает себе телескоп, играть становится практически невозможно против нее. Радиусы получаются слишком большие. И так вот уже она стреляет там на экран своим мультишотом. Но до телескопа еще 20 минут минимум. Да, торопиться пока не стоит. Тем временем пытаются на Рошана выйти OG. Как бы не ошибиться в очередной раз. Потому что мы видели и на прошлой карте, что немножко поторопились с Рошаном. И с Рошаном это все и началось. Все падение команды OG. А Юники-то успевают сюда. И ультимейты все есть. И могут они сейчас очень хорошо их выдать. Там идет встреча Нотейл. Пошел у нас Ахастомп. Экзорцизм сразу же. Ну и отступили. Правда, теперь Юники могут забирать Рошана. И под экзорцизм. Под Аркан Руны, кстати говоря. Это... Опа. Рошана. Четенько. Камушек тоже туда закинули. Надо драться. Надо драться. Пошла ульта Shadow Demon. ДПшка. И Тауэркл есть. Ультимейт хороший. Пошел от Рин Протектора. Эрспирит закатывается. Магнетайз пошел по всем. Топсон стоит на фронтлейне. Смапают Топсон. Спасает его. Мидван шикарно сыгран. Сумаил забирает Таиги, забирает Рошана. Тем временем под шумок. В этот момент лопается ДП. Ну и все. И заканчиваются здесь Юники. Сейчас, спустя вот несколько секунд, да, изначально, казалось бы, в опасности были OG. Я понимаю, что они не были ни разу не в опасности. Они просто заманили Юников в этот Рошпит. И развалили их там. Какая филигранная, опять же, позиционка. Опять вот Топсон выходит. Он какую-то часть урона впитывает. У него там 1500 хп. У него много брони. Как только ультимейт Луны. И Топсон может погибнуть моментальный свап. Винга жирная выходит вперед, у которой тоже очень много хп. В этот момент Топсон начинает под аурой винги настреливать. Вот с таким огромным конусом по всем. Сумаил уже в Рошпите лупит Рошана. И все это настолько быстро, что даже вот в опс-режиме это тяжело заметить все. А уж что там видели Юник, у которых только половина вижена, у которых там вардов особо нет. Там вот один какой-то стоит. И представить тяжело. Да, ну и стоит отметить Саксу. В последней драке очень много урона, конечно, залетело там от Атор Спирита. На него не хватило банально. Вот на всех раскидали какие-то Сайлансы Дизейбла, а на него не хватило. И он скатился. И вот он Агоним на Шадоу Дембер. Так, нападение на Вингу здесь. Здесь Тобсон рядом, расстреливают и Люжин. И Люжин еще залетает Стан, еще и Мидван здесь разменяется. Да еще и мог бы выжить, попытаться, но там и Краеву подъели. Ну вот они вот так вот они играют. То есть за каждого вступаются. Интересно, что теперь вообще будет. Мирана, кстати, которая начинала очень-очень плохо. Там была какая-то шестая по Нетворцу, уже топ-1. У нее Кристалис, у нее с ума сойти Дезолятор. Кстати, Дезолятор это супер-шмотка, которая, опять же, будет стакаться со всеми абсолютно героями. БЗЗ здесь может выдать ультимейт, дает по двоим героям. Пока что она тут Тобсон опять начинает расстреливать. Ты про кого? Про БЗЗ? Да, он верит, что это надо было делать. Нет, я не уверен. Там Тобсон себя пробил неплохо за счет того, что убил Некрая, так понимаю. Ну, опять же, окей, ультимейт потрачен, никто у команды ОГ не пострадал. Да, и даже, несмотря на то, что Винги как бы нет, от Винги нужно только одно. Нужна ее аура. А иллюзия эта Винги есть, на нее не хватило. Но ОГ не собираются уходить, они продолжают давить по Миду. Сумаил на ускорении, побежал вперед, у него Дезолятор прогоняют. Иллюжный прям в наглую запрыгивает по стрелу. Нужен диспл, есть диспл, но Сумаил-то Саегин. Иллюжный погиб, иллюжный погиб, начинается драка, пошел экзорцизм. Сразу же залетает Феллспромис, вон скоро там расстреливают просто через Дез Профит. Есть ультимейт от Палантимуса, врывается в драку. Выбили Оегис только из Сумаила, Палантимус тоже сейчас отправится в таверну. И очередная драка будет провально, свапует БЗЗ под Т2. БЗЗ тоже погибает, и минус Тавр сразу же забирает ОГ. Какой там телескоп? Они уже сейчас наелись. Очень-очень жестко. Ну, просто со всех сторон летят стрелы, летят какие-то снаряды, я не знаю. Хватило урона с таким запасом огромным. Это при том, что, опять же, этот пик, он еще может усилиться какими-то артами на урон, БКБшками, аурами. Да, это настоящая жесть. Но вот, пожалуй, вот это вот истинное лицо ОГ. Там минус Некра, продолжает отстреливать их Тобсон. Я бы сказал, это вообще в целом отличает геймплей ОГ, потому что обычно на такой минуте вот с таким пиком ты понимаешь, что только вот сейчас начинает большинство команд как-то действовать по карте. До этого момента продолжают все фармить. То есть истинное лицо Доты. Потому что, опять же, этот драфт, он дальше только сильнее. Но даже сейчас он уже тут просто изничтожает. Ну, Тейл сострик. Вапает. Ой-ой-ой, как хорошо свапает луну. И не успевает ванскор засейвить. Да какой там, да какой урон. А там нет ульты, а там нет ульты. Он кулдауни, лол, ультимейт кулдауни, он никак бы и не спас. Ну, и сейчас игра закончится, скорее всего. Тут драка уже на базе продолжается. Забрали здесь саксу. Сплитер залетает, кстати, неплохой, но не хватает здесь просто урона. Добивают остатки команд Unique, OG. Слишком много урона, даже когда какой-то ответ был. Но, опять же, свап луны, и луна погибает настолько быстро, что у Оракла не было бы никаких шансов будь у него ультимейт. Но Оракл слишком маленький в уровне, потому что идет 24-я минута игры. Да, классно, конечно. Прикольная стратегия на самом деле. И мы видим, что, да, этой стратегии пришлось вначале где-то там подприжаться, на каких-то линиях пострадать. Проблема в том, что здесь забрали сейчас дровку, и Сумуэл здесь один, конечно, долго будет ломать Т4. И крайние линии тоже не заберешь, поэтому OG придется отступить. У него есть винга, тоже нормальная тема. Да. Я вот даже немножко хочу, чтобы Unique какой-то дали отпор, чтобы OG ошиблись, чтобы реально они выбили этот телескоп, чтобы посмотреть, вот насколько оно будет еще сильнее, насколько там будут гигантские радиусы, потому что даже так видно. Мирана стоит, у нее там без каких-то драгонленсов она лупит через полэкрана. Это при том, что колоссальные уроны, до нее нужно как-то добираться. Собирает еще один дебаф. То есть все предметы такие, которые максимально не дают выжить. Это дезолятор, который увеличивает весь входящий урон физический. Это кристальность плюс ДПС. Это Скади будет, который уменьшит за хилл входящий. Очень серьезно. БЗЗ? Да, БЗЗ здесь, скорее всего, никуда не уйдет. Команда далеко. Шадоу Демон, ультимейт. Моментально он теряет все свои преимущества, плюс получает очень жесткое замедление. 17 тысяч перефарм. Берет манту. Так, ну заберут Т1. Тут у нас возможно... Нет! Невозможно ничего сделать против этой дровки. Ванскор расстреляли. Один против Северэпа. Да, здесь заберут еще и Луну. Жесть, как же легко они просто разматывают. Буквально 2-3 выстрела и уже нет КП. Уже нет. И продолжается погоня за Илюжным. Еще Илюжным здесь тоже нет Пуси. Да, это полнейший развал. При том, что, опять же, нет рядом Мирана с Дезолем, нет рядом Винги с Доминатором. Я не знаю, на что надеется Юник, но они должны понимать, что математика... 20 тысяч уже. Это буквально за 2 минуты. 5 тысяч они заработали. OG не собираться. Им впадло уже даже эту игру играть, как рассказали по теории инмейта, скажем так. Эту уже даже, в принципе, играть не хочется. Хочется уже закончить. Что они и попытаются сделать. Да, сразу же уходят наверх. Но Т4, конечно, они там не хотят ломать, хотят забрать вторую сторону. Справятся, я думаю, быстро с этой задачей. Но Юники продолжают пытаться обороняться. Возможно, сейчас будет последний бой на ХГ. Да, им, конечно, не хочется оставаться с одним очком. Ну, хотя бы одну очку они заработали в этом матче. Я думаю, что если бы это был первый матч турнира, они были бы довольны. Одно очко, круто, дальше поиграем. Но учитывая, что у них там до этого огромные приключения... Ну, гол престижа тот самый, да. Ну да, да. Может быть, у Джи там этого очка им теперь не хватит. С другой стороны, опять же, ну... Какая разница, если у Джи будут играть вот так вот, с какого там они начнут места, с лозеров, с венеров. Они побивают вообще всех, наверное. Может быть, даже Сикрет, по-моему, радиус атаки замечательный. Тобсон стоит, лупит. Вышка даже... Как снайпер прям практически. Стрела еще залетает по Луне. Да, там просто развлекают. Да ладно! Луна практически дистанционно погибла только что на месте, но немножко не хватило за малым урона, да. Луна даже не может дать бим настолько там большой ранен. Так, ДП пошла вперед, не выдержал. Пошел ультимейт. Сразу же Монлайд Шадоу. Рассыпнули. Сплиттер не залетает ни по кому, кроме крипов. Свап от венги. И никто не погиб. Никто не погиб. Заканчивается Феллспромис. И БЗЗ первым отправляется в таверну. Вторым отправляется ДПшка. Ультимейт залетает от Луны. Забрали за эту ультимейт только одну венгу. Ну а что толку, когда вся команда здесь, и вы проигрываете эту драку? Да, вот эта каточка у нас получилась. Прямо как будто вот не было. И даже и в первой игре, а тем более второй. Настолько уверенно все провернули. Опять же, было видно, что вначале пришлось немножко как-то там повозиться, но... Ну по линиям, да, были стеснены, конечно, OG. Но сила OG все-таки не в соло-исполнении на линиях зачастую, а именно в командных действиях по карте. За исключением, конечно, Топсона. Топсон тут, конечно, бесподобен на любом герое. То есть не такое ощущение, что ему реально не важно, на ком играть. Да, он как-то заходит в спину. Ну, продолжим дужку. Хороший герой, по мнению Несса, оффлейн виномансер, оффлейн винга. Ну, примерно так и есть. Так и получается. Смотри, забыл где-то. О-о-о-о! Дюкер у нас, Ярослав, забыл. Я даже не знаю, где я их забыл. Ну, все, где-то бронял. Я где-то их снял, чтобы покушать, короче, и все, нет очков. Да что ты там с моим оффлейн виномансером, вингой? В этой игре вообще винган не оффлейн была, фактически. Типа она как кор выступала. На самом деле было бы реально интересно посмотреть Топсона. Как кор. Более, я уверен. А? Не важно, ладно. Друзья, пока вам напомню о том, что всю подробную статистику вы можете посмотреть на сайте cybersport.ru, о котором мы очень много разговаривали вчера. А сегодня мы будем говорить о вот этой игре. Я не знаю, честно говоря, чего сказать. Это настолько ультимативная стратап от нас. Да. Мы просто бьем в лицо. Просто у нас слабились с хайлайтами, обращая внимание на то, как здорово все у них получается. И дополнительно прийти внимание, кто будет смотреть эту игру потом где-то в повторе, насколько все-таки мешает Sumayu Pink. Потому что энное количество стрел, которые позволили бы им еще круче здесь доминировать, не попали. Ну, ничего страшного. Я все еще не понимаю БЗЗ-шного тренд протектора тройку. Я не вдупляю. Я смотрю уже второй раз подряд. Мне совершенно это не нравится. И если вот Куроки нам пытался объяснить это тем, что он должен скармешить, ну, если говорить по-английски, линию, то есть уничтожать ее в салаты, из-за этого выигрывать и получать себе очень много полезных артефактов. То здесь этого не случается совсем. Во-первых, я не очень представляю, как ты выигрываешь линию ООДЖИ, будучи кем почти угодно, да, кто хотя бы на полу уровня, полступеньки ниже. А во-вторых, я не представляю, как ты выигрываешь линию ООДЖИ тренд протектором. Может быть, я, конечно, слепой. И для этого смогу бы поставить какой-нибудь героя к тренд протектору одного, потому что он там один остался бедный, так и линию не выиграть. Ну, хорошо, тогда в таком случае, зачем этот персонаж на 3? Что он не может на 5? Нам нужно звонить проигравшему, я тебе говорю. Я с удовольствием. Потому что звонить победителю, по большому счету, здесь не о чем разговаривать. Довольно мало, что можно спросить. Вот что сейчас? Не, можно спросить, если просто про вторую карту. То есть вы закинули, потому что вам было впадло или нет? Ну да, сейчас Флопсон, например, будет разговаривать, и, конечно, можно его спросить, что там по клинцу. Ну, очевидно, что он может не ответить. А может и не ответить. А более, надеюсь, что вообще никто не откликнется, потому что вечно эти английские интервью вызывают у меня некоторый испанский стыд и все уважение. Вот. Да, он порой нормально получается. Ну, может быть. В зависимости, на самом деле, от того, кто разговаривает. У меня всегда Митяй здесь был рядом, всегда испанский стыд, ни разу нормально не было. Поэтому надеюсь, что просто мы никому звонить не будем. Сейчас уйдем на перерыв. Ну, просто когда Кура, он рассказывает офигенно, интересно и плюс-минус развернуто. Когда Виху вчера, например, мы созванивались, он просто по одному предложению на каждый вопрос. Типа, ну, герой хороший, да, герой нормальный. Ну, вот было бы интереснее, конечно, звонить проигравшим. И не надо вот этого вот из разверта. Но они не хотят разговаривать. Ну, я почти уверен, что сейчас Юники в порядке, потому что, камон, они отжали одну карту OG, а не в ситуации, в которой... Я думаю, что любые люди в порядке. И такого, понимаете, как они там расстроены, это детский сад у нас все-таки тут спорта, никто не умер от того, что проиграли. Это явно не видел лица этих людей на ланах. Порой после проигранных, особенно когда они сами сливают. Это их проблемы, чел. Ну, это их проблемы, но... Вот. Поэтому спроси. Было бы гораздо интереснее здесь у Юников спросить. Порой вопрос. А насчет... Насчет вот этого вот стратегии, только если что, именно стратегии. Вот OG, чем они отличаются от многих других коллективов? Вот как драфтят другие коллективы частенько? Ну, давай возьмем там на открытие вот два персонажа. Они там норм. Ну, типа Oracle Banja. Феникс какой-нибудь. С Марс. Феникс Марс, Oracle Banja. Там хорошее открытие. От него можно в разные стороны пойти. Потом, ой, там противник взял, там, я не знаю, спектру. Давай там возьмем что-нибудь против спектры. Давай найксы. И вот как-то так. И вот так весь драфт и строится. Что-то как бы... В нем нет ничего цельного. Он просто куски какие-то. Хороший герой, хорошая там... Тут хорошая связочка, тут кого-то законтрили. Сильная линия. Вот это вот. Да, тут сильная. А вот OG у них именно стратегии. Вот у них каждая игра может быть не всегда нами понятая до конца, но какая это стратегия. Был какой-то план, и они пытаются его придерживаться. И просто очередной пример именно цельной стратегии. И, между прочим, суперсильной. Ну просто посмотри на это. Конечно, OG крутые, безусловно, но... Когда на 15-20 минуте герои особо без шмоток, без какого-то дикого выигрыша линий, они просто нажимают райт-клик и умирает все за 2-3 удара, все вокруг. Это жестко. Оу, доставка очков пришла. Просто доставка на дам приехала. Ой, чувствую себя теперь как лепс. Великолепно. Ну и Херуда, можно сравнить, просто посмотреть на эту дровку. Ну он стоял и стрелял, да. Да, то есть 32 тысячи одного, там под ма типа около 16, венга 12, и того складываем, получаем, что это ярко урона. Ну там где-то тысяч. Могу отметить, что очень сильно мешает все-таки пинг Мидвану, потому что его свапы в этой игре, прям видно, как он хотел сделать это гораздо раньше, но из-за пинга и он какой-то уже мув лишний сделал вперед, и тот герой немного подвинуться, там на свапки какие-то очень мемные, просто из одной точки в ту же практически. Какие-то такие происходили вещи. Но в целом идея была... Неплохо. Идея была здравая, они ее придерживались, все у них получилось. Да, да. Свапы от луны все равно спасали, пусть и на чуть-чуть передвигали тебя. Из минусов, если взять то, что Unicom это очко вообще никаким образом не решает, да, ПТС, который они забрали, то для OG это в общем и целом не самая приятная ситуация, потому что можно оказаться в лузерах, это не кайф. Опять же, с высокой долей вероятности им плевать лузерайт или не лузерайт. Ну, я понимаю, но все равно. Во-первых, начнем с того, что это лишние катки с пингом Юго-Восточной Азии и с пингом Америки. А вот как раз такие лишние катки, это возможно то, к чему они хотят прийти. Как скажешь, я не уверен просто. Я тоже не уверен. Крайне уверен, точнее, в обратном. Мы можем им позвонить, если мы можем им позвонить. Я не в курсе. Если мы можем им позвонить, мы можем это спросить. Так как у меня нет другой информации, то я думаю, что мы можем совершенно спокойно с вами закругляться на третью BO3 и вернемся мы уже с противостоянием вообще невероятных бейт, которые вчера разорвали своего оппонента из Unique и, соответственно, с Enigma.